Приветствую всех! Меня зовут дядя Митя и ее Юля. И мы сейчас находимся в одном из прекрасных мест Воронежа. Это Белый колодец. Посмотрите, вон там даже надпись есть. Вот так вот! Короче, здесь проходят гонки, сюда можно приезжать летом, отдыхать и много чего еще. И давайте послушаем историю. Я вам хочу рассказать об очень удивительной локации Воронежа. Это спорткомплекс под названием Белый колодец. Он расположен на месте выработанного карьера. Особой популярностью эта локация пользуется среди любителей фотографий. В 80-х годах прошлого столетия здесь находился меловой карьер. Но уже в 1985 году все работы были прекращены и он стал зарастать лесом. До 2003 года это место было заброшено. Было принято решение не возобновлять работы по добыче мела. А на этом месте сделали спорткомплекс с гоночной трассой. Ежегодно здесь собираются спортсмены, чтобы поучаствовать в различных гонках. Для менее активного отдыха здесь оборудованы два пляжа. Один платный, другой бесплатный. По красоте эти пляжи не уступают друг другу. Единственное различие это оборудование места отдыха. Вход на территорию Эльвента стоит 400 рублей человека. Но здесь вы получите полноценные места отдыха. Это шезлонги, зона барбекю. На воде установлен аттракцион, на которых можно полазить, попрыгать, поскакать. Имеются также и беседки. Бесплатная часть спорткомплекса Белый колодец в этом уступает. Но вы можете поваляться на белом песочке и поплавать в воде бесплатно. Если именно за этим вы приехали. К сожалению, сейчас попасть на территорию Белого колодца также стало платно. 100 рублей с человека или 300 рублей с машины. Также в СМИ в последнее время часто стала фигурировать информация о том, что на месте выработанного карьера возобновляют работы по добыче глины и песка. Поэтому доступ к дикой части природы спорткомплекса будет приостановлено. А посмотрите, какая красота прямо у меня за спиной находится. Обалдеть! Сюда многие люди приезжают ради этого, чтобы здесь пофотографироваться. Чтобы на них сверху залезть. Но, к сожалению, их скоро не будет. Здесь будет вестись разработка этого кратера. И добываться песок. Сказали, что их уберут просто все. Ну как же так? Где мы будем? Простые люди фотографироваться и выкладывать вконтакте фотографии новые. Короче, ребята, это просто бомбический вид на самом деле. Который можно сюда приехать и просто погулять, посмотреть. Вход сюда стоит целых 100 рублей с человека. Офигеть, конечно. Ну, дорого. Вход сюда весной бесплатно приезжают. Да. Ну, конечно, круто, что тут можно погулять и сверху понаблюдать за этими пляжами. Также можно посмотреть ивента. И можно там летом посидеть. Заказать себе отдельную беседочку. В виде кареты она будет сделана. Там же вы можете пожарить. Там будут все снасти для приготовления шашлыка. Короче, обалденно. Если летом сюда приехать, можно просто так шикарно отдохнуть. Ну, мы приехали, как всегда, не в сезон. Не, круто, конечно. Для фотосессий также здесь обалденные места. Где можно просто посидеть, заснять, прилечь. И залезть на эти дивы прекрасные, которые можно будет сфотографироваться. Но это надо будет с другой стороны заехать. Мы снизу снимаем. Ну, и снизу тоже есть что посмотреть. Также здесь проходят гонки. Ну, в этом году, по-моему, гонок таковых не было. Не было из-за пандемии. Из-за пандемии, да. С чем тоже связано? То, что тут свежий воздух, тоже непонятно. Но обычно здесь происходят гонки. И гонки, причем на таких корчах, блин, вы себе не представляете. Тут копейки, все такие разбиты, с широкими колесами. Если я найду фотографии, я обязательно ставлю видео. Так что смотрите. Выходим прям на гоночный трек. Где гоняют машинки. Короче, происходит старт на 120 метров. Блин, подожди, я не помню. На 120 метров, по-моему. Знаю, перегонки, кто быстрее. А такие вот ездят марки шумящие. Но вид здесь, такое чувство, как будто приехал куда-то в горы. А на самом деле мы находимся сейчас в карьере внизу. Кому понравилось мое видео, ставьте большие пальцы вверх. Также переходите по ссылочкам внизу в мой инстаграм. Подписывайтесь на меня. Ставьте там тоже лайки. Короче, я вас жду. И также не забывайте делиться своими фотографиями. У меня там внизу в комментариях. Всем удачи и пока.